Друзья, приветствую! С вами вновь Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Ну что, встречаем новиночку очередной от компании Ультрон. Совершенно новая модель, не то что даже доработанная, новая модель Ультрон Т11 называется Плюс. В этом видео мы с вами поговорим о его характеристиках, что он может, на что он способен, что идет в комплектации, ну и конечно покатаемся. Погнали! Ну что, друзья, давайте знакомимся с самокатом. Вместе с вами буду и знакомиться я, потому что вижу вживую я его впервые. Конечно, знал, что разработка идет, да, то есть, но пока, как говорится, вживую не увидел, да, то есть, и сами понимаете, это совсем другая история. Поэтому давайте смотреть вместе с вами. Итак, что в глаза бросается? Это, конечно же, как сказал, 13-дюймовые колеса. На Т11, по крайней мере, такого раньше не было. Тем более 13-дюймовые и 14-ти они сейчас стали такие распространенные, популярные. Клиренс, вы видите, большой стал, да, самокат стал сам по себе больше намного. Моторы у нас остались также по 1600 ватт, то есть, общие 3200. Но при этом, друзья, посмотрите визуально, вы видите, да, моторы, они изменились, они немножко другие. Но по изъявлению производителя они остались также 4,5 сантиметра, то есть, по 1600 ватт, но просто другой производитель. Что у нас также с вами изменилось? Изменилась передняя вилка. Многие клиенты, да, то есть, давали обратную связь, что хорошо бы на данный самокат поставить газомасляную вилку, да, то есть, и, соответственно, она была бы поинтереснее. Мы вас услышали, заводу передали, завод отреагировал, и встречаем. Пожалуйста, газомасляная вилка. Вы видите, она достаточно серьезная. Я более чем уверен, что она ненадежная. Видите, все отрабатывает хорошо. И, как вы видите, здесь стоят две трайверсы. То есть, это говорит о том, что сама конструктивная часть, она доработана и сделано все грамотно. Ну, конечно, как будет себя вести, как покажут самокаты уже при активном использовании, там, да, то есть, это уже покажет время. Поэксплуатируем, покатаемся. В этом видео, кстати, друзья, не переключайте, смотрите до конца. Мы покатаемся обязательно. На дороге, конечно, сейчас гололед. Скорость замерить максимально, не знаю, получится, не получится, но покатаемся. Но, по заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката достигает до 70 километров. И пробег на одной зарядке где-то в районе 65-70 также. Ну, и самая немаловажная часть, что в данном самокате сердце электроустройства изменилось тоже, и оно стало больше 30 ампер часов. 60-ти вольтовый, ячейки 18650, контроллеры синусные 45-ые также остались. Контроллеры у нас, если вы обратили внимание, визуально нигде не торчат, но у нас увеличилась декона как в длину, так и в ширину, за счет чего как раз получилось разместить сюда как аккумулятор 30 ампер, так же и контроллер. Но мы с вами в этом видео вскроем крышку деки и посмотрим, что внутри и как все это дело сконструировано, сделано и собрано. Так, что дальше у нас, друзья? Давайте посмотрим, наверное, по порядку. Переднее крыло. Переднее крыло, такой, как-то по мне, конечно, немножко коротковато, по крайней, передняя часть, да, то есть как будет лететь, не знаю, посмотрим, обязательно поделимся впечатлениями. По освещению. Освещение у нас, смотрите, стоят две фары Arctic, последняя тоже модификация. Освещение, по мне, более чем достаточно, больше что-то устанавливать сюда не нужно. Ну, а тут смотрите сами, как говорится, любой каприз за ваши деньги, ради бога. Фары можно регулировать, наклон, то есть подтягивайте, как вам удобно, и, пожалуйста, поехали. Так же мелочь, но у глаза сразу бросился, это сигнал. Сигнал, конструктив остался, скажем так, тот же самый, да, то есть без заменений, но проводка, подключение к сигналу, да, стало намного лучше по качеству, да, то есть и визуально, вот прямо все, прямо как видно, что как и компания, завод работает над улучшениями, не только, скажем так, в моторах или в емкости аккумуляторах, но и в мелочах. Рулевая колонка осталась также без заменений, она идет также с регулировкой по высоте, то есть здесь спокойно, универсально, может любой человек с любой ростовкой кататься на этом самокате. Руль у нас также остался без заменений, как на последних модификациях, за щелкой, то есть все как положено. Оплетка, как вы видите, это уже такая фишка сталого ультрона, да, то есть сейчас на всех линейках последних, то есть уже становится, они устанавливают оплетку, то есть как на мини-моторсах. И, кстати, заметил, это то, что тормозная машинка, здесь у нас стоит с вами гидравлика спереди-сзади, как, ну, в принципе, на предыдущей модификации, но она обновленная модификация, новая машинка, посмотрите. Кто смотрел предыдущее видео, снимали 108-128 в версии 3.2 Pro модификации, там как раз тоже стоят такие машинки, удобные, лучше по качеству и с регулировкой мягкости и жесткости тормозной системы. Так, давайте слева направо мы сейчас с вами перейдем, касаемо управления здесь рулевой частью и вообще всем самокатом. С левой стороны у нас стоит блок освещения, тумблер стандартного включения света, отключения, с правой стороны у нас включение поворотника, спереди поворотников нет, они у нас появились сзади, раньше такого вообще не было. Конечно, особо не скажу, что блещет мегаяркостью, да, но, тем не менее, в темное время суток это будет заметно, то есть на небольших относительно дистанциях видно будет, ну, лучше, чем ничего, скажем так. Ну и стандартно слева, снизу у нас сигнал. Вольтметр остался также без заменений. Вещь удобная, сами знаете, бортовой компьютер MS668, такой же, как на всех с синусными контроллерами. Eco Turbo Single Dual. Самокат совершенно новый, поэтому, друзья, вот что у некоторых клиентов спрашивают, почему пробег 6 или 7 километров или 5 километров. Мы бэушные самокаты не продаем, да, то есть поэтому только новые. Бывает просто на заводе, там, например, тысяча самокатов, возьмут из них 5% этих самокатов, ставят на стенд, включают и на холостой ход крутят, да, то есть смотрят работоспособность данных самокатов, есть ли какие-то отклонения или, не дай бог, какая-то неработоспособность, да, то есть чтобы брака выявить и не отправлять браковые устройства. Итак, складной механизм оставался таким же без заменений. Все знают прекрасно, что Ультрон славится, самокат Ультрон хорошим, надежным складным механизмом. Задняя давайте подвеску посмотрим. Подвеска у нас визуально, как смотришь, вроде не изменилась, но при этом, мне кажется, пружина стала чуть-чуть побольше. Ну, посмотрим, как она ведет себя на дорогах, конечно, но так вроде 13-дюймовая, да, то есть ей нужно немножко подальше, рычаг стал подлиннее, за счет чего пружину все равно пришлось чуть-чуть увеличить, и, наверное, поставили новую. Что касаемо здесь, кстати, подвеска, вы видите, да, друзья, что стоит у нас с вами также подшипник, не втулка, потому что втулка, вы сами знаете, что она разбалтывается со временем, и, соответственно, у вас получается люфт. С подшипником такой проблемы не будет. Габариты, клиренс вы видите на экране, кому нужно, поставьте на паузу, посмотрите. Конечно же, по весу, да, то есть, поднимем, посмотрим. Вес самоката изменился, безусловно, но вы прекрасно понимаете, что добавились 13-дюймовые колеса, емкость аккумулятора стала больше. Кстати, друзья, обратить внимание хочу на тормоза, да, то есть, тормоза, ну, как я сказал, гидравлические, да, тормозной диск, посмотрите, у нас тоже завод молодцы, видите, да, поставили проставку, чтобы равномерно все встало, да, то есть, и тормозная система работала, не протирала по возможности, да, то есть, работала хорошо. Поэтому здесь вот видно, что в этом плане тоже ведутся работы. Так, а по комплектации. В комплектацию сейчас я принесу, покажу. Вот у нас с вами идет в комплекте, это идет само сидение, основание, да, то есть, платформа крепится, она по той же схеме, как и стандартных ультронов. Сама сидушка, сидушка обновленная, мягкая уже, широкая. Ну и, соответственно, у нас с вами идет сам мануал, гарантия 12 месяцев. И идет у нас с вами зарядное устройство, 2 ампера стандартно, брызговик и мультитул. Так, друзья, кстати, хотел обратить внимание, да, то есть, пока не забыл, вспомнил. Обратите внимание, что сейчас сделали так, что силовой кабель, да, то есть, они уже провели таким образом, чтобы не было проблем замены тормозного диска, да, то есть, соответственно, вам уже не нужно там разбирать образное мотор-колесо полностью, да, там, чтобы, соответственно, поменять там, например, тормозной диск. В этом плане огонь. И, кстати, по зарядке. Везде стоят 37 ампер часов аккумуляторы, за счет чего, соответственно, за время зарядки, так как в комплекте идет одно зарядное устройство на 2 ампера, в районе 15 часов. Соответственно, докупайте второе зарядное устройство 2 ампера, либо ставьте, берите 5 ампер. Больше емкости я не рекомендую. Здесь у нас стоят два порта, также все осталось. Вставляем два зарядных устройства, заряжаем в два раза быстрее. То есть, с двумя зарядками примерно где-то в районе 8-9 часов. С одной зарядкой в районе 15 часов. Итак, друзья, давайте с вами не переключаемся. Сейчас я вам кое-что еще покажу. Для вас такой небольшой сюрприз. Как вы думаете, что это я укатываю сейчас? А с вами сейчас я знакомлю тоже Ultron T11. Не плюс, а обычный T11, но уже самая последняя модификация. Ну что, друзья, давайте немножко пробежимся, посмотрим визуально. То есть, чем отличается T11 Plus 13-дюймовыми колесами от Ultron T11 версия 5. То есть, последняя модификация 2021 года. Визуально, понятное дело, это колесами. Здесь 13 дюймов, здесь 11 дюймов. Остались такие же изменения. Видно визуально это по моторам. На 11-дюймовых остались те же самые моторы, которые выпускал Ultron ранее. На T11 Plus моторы отличаются, они другие. Вилка, подвеска у нас такая же одинаковая. То есть, все четко, все отлично. Сигналы, крылья, все схожее. Освещение фары одинаковое. Единственное, что на T11 Plus у нас стоят две фары. На T11 версии 5 стоит одна фара. Рулевая часть, все одинаково совершенно. Здесь акцентировать внимание не буду. Тормозная система, все тоже самое, одинаковая. Машинка тоже здесь стоит новая. С колесиком, с регулировкой, все как положено. Здесь у нас с вами, давайте посмотрим, дека. Дека здесь осталась визуально схожая с той же, которая и была. Единственное, что здесь изменилось, это контроллеры. Завод вынес внешне для того, чтобы разместить внутри емкость аккумулятора на 30 Ач. Если вы помните, раньше было 24. Контроллеры стояли внутри. Здесь реализовали так же, как на 108, 128, 118 ультронах. Подножку сместили в заднюю часть чуть-чуть. То есть, в принципе, она нормальная. Кстати, здесь располагается, не заваливается, все хорошо. То есть, если бы куда-нибудь сюда, то уже, конечно, может быть и была бы эта проблема. Освещение у нас по фаре, кстати, все хорошо. Кстати, тоже нормально. Достаточно достойно. Здесь у нас с вами стоит освещение. Красная подсветка, без какой-то там радуги. Сзади также подшипник, посмотрите. Вот, стоит подшипник. То есть, все по фэншую. Тормозной диск 160 также, как и на плюсе. Изменился задний стопарь. Он такой же, как на плюсе, в принципе, с поворотниками. То есть, все это у нас есть. Кстати, да, друзья, посмотрите, давайте сравним. Вот я говорил, что вроде как будто визуально изменилась задняя подвеска на Т11+. Да, посмотрите, даже сравним. Вот это я поставил, да. За счет того, что рычаги стали больше, да, то есть, сюда пружину поставили другую подвеску. Давайте измерим от оси. 21,5 сантиметр. И здесь у нас с вами, давайте измерим. Здесь у нас 18 сантиметров, вы видите сами. То есть, и даже визуально, если вы посмотрите камеру, сейчас посмотрите, да, то есть, пружина, они, соответственно, визуально, по крайней мере, совершенно другие. Здесь чуть побольше. Так что я был прав, друзья, и глаз алмаз. Итак, конечно, отличается это клиренсом, но, понятное дело, колеса больше, база чуть больше и весом, соответственно, отличие. А так, больше, в принципе, ничем. По скорости, по завелению производителя также идет в районе 70 километров. Пробег на одной зарядке 65-70 также. А так, друзья, приезжайте, катайтесь, смотрите, выбирайте. Все в наличии есть. Тест-драйв. Можете и на Плюсе, и на обычном обновленном Т-11 покататься. Самокат стал намного интереснее, безусловно, как визуально, так и, соответственно, технически. И теперь уже пробег станет намного больше. Так, ну что, друзья. В принципе, здесь, на самом деле, сейчас мы в дальнейшем вскроем в этом видео. Посмотрим внутри, покатаемся, поделимся впечатлениями. В принципе, все. Не переключайтесь. Так, вот мы разобрали Т-11 простой и Т-11 Pro. Ну, в принципе, провода у нас остались точно такие же. Здесь ничего особого. Контроллеры у нас уложены вот так. Они у нас, получается, прикреплены на двусторонний скотч. Батарейка, если вы видите, 30 ампер, 60 вольт. По компоновке она выглядит вот так. Обычный Т-11. Здесь уже они решили вынести контроллеры наружу. Батарейка у нас более длинная. Контроллеры у нас 45 ампер. Такие же, как и на Pro версии. Добавили вот эту вот шлейку, чтобы можно было доставать батарейку. Батарейка также 30 ампер-часов. Слушай, ну по ощущениям вообще еду, да? То есть такое ощущение, как вот Dualtron X, я помню, когда снимали. Года два назад, да? По ощущениям как-то вот есть немножко такое то, что вот подвеска так вот. Колеса высоко стоишь, далеко глядишь. Слушай, ну прикольно. Сейчас прямая туда, в ту сторону попробую взглянуться, поехать. Но скорее посмотрю, как он реагирует. Радиус поворота хороший, прям супер. Слушай, а тормоз прикольный. Да, отрабатывает очень хорошо. Слушай, вот то, что деку, она изменилась на самом деле, стало чуть побольше. Прям чувствуешь, она и вот платформа стала широкая. Самая вот эта вот, да? Лист, скажем так, деки. И вот прям стоишь очень комфортно. Расположение, ног. Ну, первоначальное ощущение мне на самом деле прям нравится, прикольно. Как он будет сейчас себя на дорогах вести, вот по пересеченке, по кататься. Мне тоже это очень интересно и хочется его потестить на внедорожке вот так вот. Вот сейчас включил полный привод. Оказывается, в прошлый раз я проехал с ней на полном приводе. Просто с места вот реально подрывает. Причем аккумулятор подсевший, то есть у него сейчас показывает 50, ну 57. Ну да, подрыв такой не детский. Сейчас по прямой проедусь. Поехали. 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 súper выхали. И они, завод сам нам об этом сообщает. Поэтому и они к сожалению сами уведомлены на то, что повышение будет происходить. Поэтому друзья, пока что на сегодняшний день 99900 успеете, приезжаете покупайте. Ну а с вами был Станислав. Всем удачи, всем пока.